Ха-ха! Ожидал озвучку? А как насчёт рекламы телеграм-канала «Всё о DreamSMP»? Это отличный телеграм-канал, в котором я сам лично сижу. Здесь есть пересказы сюжета DreamSMP, переводы комиксов, различные памятки, которые помогают легче ориентироваться по миру DreamSMP, эдиты и прикольные фан-арты. Также у телеграм-канала есть свой собственный ламповый чатик, в котором можно обсудить всякие приколы. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под этим роликом. А теперь, приятного просмотра. Однажды, пока я фармил картошку вручную, человек посетил мой остров и спросил меня, «Зачем? Разве ты уже не выиграл картофельную войну?» Но нет, картофельная война ещё не была закончена. Чтобы понять, как сюда шу до такого, нам нужно переместиться назад, в ноябрь. После того, как я свергнул Сквидкида и стал фермером картошки номер один в Скайблоке, я посетил его остров и полчаса смеялся над ним. Затем мои товарищи пришли, и мы вместе начали смеяться над ним. Этот день был ужасным для Сквидкида. Он изменил её! И затем я ушёл. Сквид предупредил меня, что он намерен вернуть место номер один, но мне было пофигу. Поэтому я выложил Великую Картофельную Войну на Ютуб. Но днями позже этого я ничего не делал. Я потратил кучу времени и сил, чтобы получить место номер один. Но теперь, когда я получил её, я вообще ничего не чувствовал. Я не знал, что мне с этим делать. Безусловно, видео выдалось хорошим. Но недостаточно, чтобы затмить всё время, которое на него потратил. Ещё, впоследствии его просмотра, большая масса людей начала использовать картофельных миньонов, из-за чего цена картошки наук своей не упала на 30%. Мои планы стать богатым провалились как в игре, так и в реальной жизни. Но, по крайней мере, я оставался лидером по картошке. Однако, в то время, как я посетил остров Сквидкида тремя днями позже, то, что я увидел, шокировало меня. У него было 23 места для миньонов. Также, когда я делал Великую Картофельную Войну, некоторые люди критиковали меня за нарушение самого известного догмата Суньзы. Что бы ты ни делал, не выкладывай все свои техники на Ютуб. Ты дурак. Идиот. Но моя вера в окончание войны не была безосновательна. У меня было 3 дополнительных слота для миньонов. Большинство миньонов Сквида не были прокачаны. А также, на аукционе произошёл стремительный рост цен на Каталиста из-за нового квеста. Чтобы догнать меня, Сквидкиду понадобилось почти 100 миллионов монет. Но я точно знаю, что он БЕДНЫЙ! Я решил заняться журналистскими расследованиями. Я увидел новую табличку на острове Сквиду, рекламирующую его гильдию. Так что я сделал то, чтобы сделал любой нормальный человек. Я купил очередной альт-аккаунт и проник в гильдию. Но то, что я узнал, подтвердило мои самые худшие опасения. Люди стали помогать Сквидкиду. Я за киберболил Сквиду настолько сильно, что людям, посмотревшим видео, стало жалко его, и они отправились на его остров жертвовать на благо вещи, нужные ему для создания мест, или просто давать ему миллионы монет ради одной цели. ПОБЕДИТЬ ТЕХНОБЛЕЙДА РАЗ И НАВСЕГДА. Конечно, мне должно быть без разницы, когда другие люди получают вещи бесплатно. Но смотря за десятками миллионов монет, которые жертвуют моему главному врагу, МОИ ЖЕ ЗРИТЕЛИ! Тотальный брох-момент. Через неделю его фирма уже была сильнее моей. Мои худшие кошмары оплатились в жизнь. Сквид меня догонял. Если я хотел продержать место номер один, мне нужно было действовать быстро. И еще раз я прибег к мудрости древних времен. ПУСТЬ ТВАЯ ТАКТИКА БУДЕТ СКРЫТО ВО МРАКЕ НОЧИ И КОГДА ТЫ СДЕЛАЕШЬ СВОЙ ХОД БЕЙ СЛОБНО МОЛНИЯ Я не мог позволить Сквиду узнать мои планы. Поэтому я заколотил картофельный кубол и нанял наемников, поклявших держать все в секрете. Я знал, что Сквид будет мониторить мои действия, поэтому начал серии СМП, чтобы сбить его с толку. И именно так я начал свой план. Я знал, что есть только один способ победить Сквида. Раз и навсегда. Построить ферму настолько мощную, чтобы она достигла теоретического лимита по производству картошки. Чтобы это сделать, мне придется сделать то, что не делал ни один соло-игрок до этого. Открыть 24-й слот для миньонов. Задача не из простых. К счастью, я уже заработал 100 миллионов монет, продавая картошку до снижения цен. Я заплатил своим наемникам, чтобы они начали собирать нужные ресурсы, либо покупая премиаком у НПС, либо прочищая аукцион 24 на 7. Тем временем я направился в Паучи Лугова, где сражался с тарантовыми боссами 4 уровня, до того момента, пока не достиг убийцы-пауков 5 уровня. Разблокировав тем самым тарантового миньона и несколько рецептов для новых миньонов. Прогресс шел неплохо, но вскоре мы столкнулись с трудностью. Зачарованная баранина. Это настолько бесполезный предмет, что даже если у тебя есть деньги на нее, никто не продавал ее на аукционе. Мне пришлось буквально охотиться на тех, кто использовал овечьих миньонов, чтобы выкупить ее прямиком у них. Этот парень говорит, что у него есть зачарованная баранина для меня. Стоп. Ты же не делаешь этого снова в угол. Он хотел... Эм... Несколько зачарованных тростников, и это хороший эквивалент по стоимости. Поприятный месяц твой бизнес, Кугал. Я частично прощаю тебя за твои прошлые грехи. Окей. Это все заняло у меня всего лишь 3 дня и свыше 80 миллионов монет. Но мы наконец-то собрали все материалы, нужные для крафта. Просто взгляните на это. Какой порядок. Этого... Этого всего достаточно, чтобы сделать 50 уникальных крафтов. И затем у нас будет 24 слота для миньона. Давайте я просто ускорю процесс крафта. Мы сделали это, ребята! 24 миньон был поставлен, и моя ферма теперь вырабатывала 1 миллион 67 тысяч картошек в день. Теперь у меня есть максимум возможных миньонов. Но если я хотел сделать величайшую возможную ферму картошки, то мне нужно было еще одно улучшение. И это улучшение было еще тупее, чем все предыдущие вместе взятые. К сожалению, веб-сайт, который я использую, чтобы слить за ставками сквиткида, показал, что он уже работает над ним. У меня не было выбора. В прошлом видео я сказал, что самый бесполезный предмет это миньон и расширитель. Но это было до того, как я узнал о мухоловке. Мухоловка это такое улучшение, которое бустит миньонов на 10%. На 5% больше, чем расширители, которые я использую. Но техно будет, это звучит прекрасно! Нет! Вы даже представить не можете, насколько сложно сделать такую мухоловку. Сначала нам понадобится мухобойка, которая шансом менее 1% падает с высокоуровневых тарантовых боссов. Затем получишь шелк, стоящий более 10 миллионов монет. Вы хоть представляете, сколько ресурсов нам нужно? Нам нужно немного этого, совсем немного вот этого, кроху этого, также вот этого, и вот этого, и наконец-то вот этого. И если мы все это скомбинируем, то мы получим одну мухоловку. Мне таких нужно 24! Задание выглядит устрашающе, но я знал, что нам нужно действовать срочно. Я следил за твиттером Сквида, так что я знал, что он был студентом, и на тот момент был конец ноября. Сессия! Сквид Кит будет слабее всего, и мы должны сделать как можно больше мухоловок до начала зимних каникул. Я еще раз созвал своих наемников, и приказал собирать нужные нам ресурсы. Главной проблемой были деньги. У меня еще оставались десятки миллионов в остатке, но если я хотел 24 мухоловки, этих денег было недостаточно. К счастью, картофельный купол приносил больше трех миллионов монет в день, не учитывая затрат на каталисты, которые не были проблемой для меня. Помните, когда я флексил своим сундуком полным каталистов? Честно признаюсь, я сдерживался. Еще, чтобы поднять денег, я грядил конфеты на жутких фестивалях, вдобавок, тем самым открыв питомца лошадь скелета, которым можно было флексить в ноябре, но теперь всем как-то плевать на него. Тем не менее, особенность этой лошади в том, что существует баг, о котором большинство людей не знает. Лошадь-скелет может топтать грядки на чужих островах. Хе-хе-хе-хе-хе. Шучу, я бы никогда так не сделал, потому что я хороший человек. Оказывается, багаться через двери очень легко, поэтому люди, посещавшим остров, выстроились у двери, чтобы поочередно вломаться в мой купол. Просто наихудшая комьюнити. Собирание получива шелка занимало недели, в отличие от мухобоек. Их раздобыть было проще всего. Да, это невероятный редкий дроп с босса, однако используются они только для создания мухобоек, которые нужны были буквально только двум людям на сервере. Таким образом, у Альдакамн попал в жесткие тарги с Квит-кидом. Хе-хе-хе-хе-хе. Эээээ... Хе-хе-хе… Зачем он... Зачем он пригласил меня в пати? Теперь он в чате Гильдии… Он возмущён… И он меня кикнул! Люди, вламывшиеся в купол, стали образовывать запр� BUt. Я... Я даже не знаю как к этому отнестись. Всё это заняло 5 недель постоянного фарма. И наканун Рождества мы наконец-то сделали 24 мухоловки. Отдельна благодаря этому чел有ку, который использовал свои бизнес-навыки для опустошения работы скайблок DriveHard'ов. Пожартов в итоге 3000 стаков получила шелка за которой я дал более 100 миллионов монет и наконец это свершилось мы создали в теории самую сильную ферму картошки производящую 1 миллион 129 тысяч семьдесят пять картошек в день увы армия скрида была не пальцем деланная и двумя неделями позже у сквида тоже была теоретически сильнейшая ферма картошки отныне единственный для него способ догнать меня это фармить картошку вручную что он уже начал делать я потратил 10 часов старое гигантское поле картошки покрывающие более 21 тысячу блоков а затем я направлю себя к пьюзу да теперь ты моя ты просто возьмешь и продаж и я просто одолжу ее о превосходно а то я недавно понес большие убытки если вы недоумеваете зачем мне одной сильнейших оружие в игре то это лишь потому что к саженец имеет имбалансную способность для фарма картошки теперь когда он у меня есть я наконец-то могу мое поле наконец-то готово и чтобы засадить требуется всего 85 минут а также сделал фк машину чтобы картошка продолжал расти даже когда я не в сети несколько дней в январе был баг портящая работоспособность большинство миньонов картофельные миньоны вырабатывали только 33 процента от того что должны быть и как любой нормальный человек я задался вопросом как я могу использовать эту информацию чтобы уничтожить своего врага и сквит заметил что с миньонами что-то не так последнее время до я форму картошку так долго что мне появились сомнения по поводу ясности своего ума я знал что все плохо когда однажды вздремнул засадив все поле и как только проснулся понятия не имел сколько проспал однако посмотрев на свою ферму меня осенило точно это картошка росла на протяжении трех с половиной часов заткнитесь у меня все в порядке конце концов сквит нафармил 1 миллиона в картошке вручную в то время как я нафармил более 5 миллионов мне приходилось засаживать все это поле 19 раз каждый день я следил за лайф стримами сквита на твиче до такой степени что накопил более девяти тысяч очков канала я всегда форму картошку когда он стрима чтобы задизморалить его тоже засаживают картошку . проверим у него явно какие-то проблемы с психикой со временем надежда в его голосе начала угасать я просто не могу представить как много он фармит нам нужны майнкрафтовский понедельники для камбэка на этой стадии вполне был уверен в победе картофельной войны но проблема была в том что я не знал насколько я переживаю противника я знал свое количество картошки и на каком я месте но сквит отключил api настройку позволяющий видеть сколько у него картошки на данный момент вот только знает ли он о том что я провел последние четыре месяца тщательно обновляя таблицу нашего количества картошки ежедневно пробираясь к нему на ферму и засекая работу каждого миньона секундомером чтобы вычислить точное число его картошки если расчеты верны я опережаю его примерно на 22 миллиона картошки вперед на фармить такое количество картошки вручную заняло было скрытки до более 200 часов на тот момент я думал что картофельная война была по-настоящему окончена но все изменилось с обновлением питомцев во первых баф мухоловок был усилен до плюс 20 процентов что мгновенно увеличил урожайность моей фермы до 1 миллиона двухсот тридцати одной тысячи семьсот восемнадцати картошек в день ну и конечно же важная часть обновления питомцев сами питомцы я тут же начал искать питомца который может помочь мне выиграть к несчастью никто из них не был специализирован под фарм картошки лучшим решением которое я могу найти был заяц который давал небольшую прибавку к опыту фермерства чем больше у тебя навык фермерство тем больше шанс получить дополнительную картошку когда копаешь вручную я думаю он помогу мне оформить картошку может около одного процента быстрее нам может выпасть любая редкость но мы хотим легендарного пожалуйста оказалось у зайца есть 3 скрытая способность которые имели только легендарные подвиды она бустила работу миллионов до плюс 30 процентов и сквит ничего не знал об этом мне нужно было качать уровень зайца как можно быстрее и так как уровень питомца повышается за счет опыта навыков я решил качать алхимию видите ли алхимия алхимия скил не для бедных если у вас есть деньги на дорогостоящий ингредиенты то можно прокачаться нереально быстро но это решение принял после двух месяцев как потратил все деньги на мухоловки время жечь все накопленное я потратил столько часов на зелеварение что кончил четвертым местом в алхимии по серверу хотите знать какой уровень сейчас у зайца 96 даже не максимальной это потребность в опыте просто нелепо а в это время сквит рыбачил что поднять уровень его эпическому спруту и четырех дней не прошел как он узнал о легендарном зайца и тоже получил его но было слишком поздно его заяц сосет его уровень 65 или типа того благодаря моему зайцу мои меню теперь вырабатывают один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста вся две картошки в день сейчас стало сложно считать метров так как boost от зайца работает только когда ты в сети но обновление с питомцами точно увеличил примерно до 25 миллионов с момента начала картофельной войны я нафармил примерно сто пятьдесят восемь миллионов картофеля эквивалентным шести тысячам картофельных книг я не отдам это место последнее о чем бы я хотел поговорить пока следил за скридом на своем альте все обе завидовал ему просто ненавидел его понимаете ли после видео войне на скрида подписалось 40 тысяч человек и он получил youtube рамок и затем его начали хейтить просто потому что о мой бог он получил youtube рамк только за техно блэйда ему просто повезло он сосет и я хочу отвести время чтобы защитить сквид кида и сказать что все не так нет конечно удачи сильно повлияло на все это никто этого не отрицает но дело в том что большинство возможностей создана удачей дальше нужно у просто чтобы ухватиться за них и превратить их в успех первое видео картофельного не было бы не таким интересным если бы вместо скрипкида на первом месте было какой-нибудь случайно скучный парень кроме того я поговорю со скрипкидом после увиденного и он взрослый парень ему было все равно но мне не все равно поэтому когда увидите его в лобе скажите что-то хорошее похвалить его прическу или типа того потому что он имел дело с кринжовым хейтом слишком долго черт возьми мы должны помочь ему теперь когда все на своих местах если скрипки хочет занять мое место пускай фармит картошку вечность этому не бывает чувак вы думаете я безуми в этом видео нет на самом деле есть еще много техник и тактик которые я не могу вставить сюда так как он еще не знает о них я сохраню их как козырь в рукаве и вы даже не представляете он играл в шашке пока я фармил картошку перевел акроним спицыд озвучил дмитрий макияжник слэг напишите напишите если досмотрели до конца напишите что наподобие я съел деда мне очень важно знать досмотрели вы до конца или нет да почти что так долго не делал озвучку я я